Живые Был случай для меня, например, уникальный Когда музыканты подошли ко мне и сказали Попросили, давайте не будем политические темы затрагивать Вы знаете, обычно я прошу музыкантов Не касаться ничего политического Потому что станция у нас музыкальная, развлекательная Ну ее нафиг эту политику Как в том анекдоте, да? Видел, как писает Камар? Так вот политика-то еще тоньше Группу я представлю чуть позже После того, как ребят сыграют свое первое произведение Это будет в некотором смысле музыкальная заявка И для тех, кто знает этот коллектив Большой праздник Живой звук В программе Живые Поехали Раз, два, наш лед Три, четыре, нас дает Три, четыре, пять, шесть Кто успел, куда сесть? Кто успел, куда сесть? Кого съесть? Куда залезть? Дети, наши честь Дети, наша честь Ну-ка, 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 шли круг Кто наш рак? Кто наш друг? С кем работа, с кем досуг? Три, четыре, пять, шесть Знаешь, значит, с кем нас сетенок? Не рвет, что за сила нас несет Но назад и не вперед Каждый знает, куда прет Дети, дети, наш рет Нас дает Будет день И собак Дешевые своры Подадут Не пустак Вверх направит лай И антроп Дет за край Ящика Пандоры Вот тогда Мы уждим Истинный дедлайн Детский дед Будет день Друг, когда Все утихнут в поры Когда кончится в день Наш галдежный лай И закроется край Ящика Пандоры Ну и кто Все из нас Перейдет дедлайн 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 всем привет всем привет будем знакомиться и так братцы одна большая просьба к вам за весь эфир в принципе одного раза достаточно подойти к микрофону вот этим толстеньким ведь как из это не к вокальным сказать здравствуйте у вас услышал на росту поняли что все это и привет подожди секундочку я же команду еще не давал куда вы побежали все какие вокал да кукин роман yes вот of course гнатф иван гитара я диди за барабанами я так паузу выдержу запах он встанет выйдет объяснял что в те микрофоны нет смысла это делать ну не неважно значит крупин дмитрий иван кузнецов клайжи всем здравствуйте а тебе было ближе к этому микрофон тоже не имеет большого значения и бас аксофон на им уши никита всем привет вот вот теперь они все поздоровались и в принципе каждый из них сказал что-нибудь здравствуйте например подал голос таким образом вы знаете что все эти люди в этой студии сегодня про нас много больше народу как-то тесновато сегодня в студии вот так вышло но это уже второй вопрос вторая тема если хотите запоминайте 7 тысяч баксов пишется 7 тысяч долларов а произносится 7 тысяч баксов кстати тема интересная почему именно 7000 почему не 70 почему не 700 но эта тема отдельного разговора опять же потому что название коллективов мы здесь не обсуждаем мне просто цифра 7000 заинтересовала почему именно она давайте пока вот сейчас я смотрю на часы и понимаю что нам у нас есть некая необходимость с вами ненадолго прерваться надо нашим кормильцам время от времени уступать и живые живой звук живое общение живые вот видите как и я тоже обознатышки не 7000 7 штук баксов называется этот коллектив а если вас называют 7000 долларов или 7000 баксов вас это никак не коробит но вообще в принципе барабану ну так на самом деле название зачем нужно если по барабану как у нас же там циферки и обозначающие так что в общем то давай тогда признавайся рома дорогой почему 7000 почему эти цифры именно это все из нашего достопочтенного так сказать прошлого а вот потому что когда мы затевали всю эту эпопею в каком году это было 99 году это уже страшно сказать 99 году подумалось что название 7g's тогда как раз джи означало либо гангстерская группировка либо штука долларов по так сказать на афроамериканском сленге вот и поэтому сначала решились решили назвать 7g's потому что мы чем-то исполнители тяжелого тяжелого альтернативы в частности тяжелого рэпа вот а тогда это было все прямо кипела и пузырилась вот ну а потом так сказать все жить ну не приспособлен русский язык под такие названия в общем то и все как-то путались путались и один достославный наш товарищ сказал господи а чего не назоветесь просто там 7 штук баксов и все и ну там типа циферки долларки красиво по рэперски все можно кулон сделать себе с такой штукой в общем-то и все и так понеслось а кулонов так и не вижу в сердце вон нас иван за всех отдувается у него пока у тебя там покажи две две эссеточки соус сайт у него ну понятно да ну в общем разобрались мы с этим вопросом и теперь мы знаем точно что группе уж 15 лет да вот будет у нас а ничего не ничего так выглядеть пока вполне достойно сохраняем а как первая вещь называлась то кстати забыл спросить а песня называлась первая с нашего нового альбома эта песня называется дедлайн она заглавная песня нашего альбома но вот тень независимости под названием вот и соответственно мы это как раз презентовали вот так вот теперь надо сообщить нашей аудитории как с нами связываться 5 2 8 3 5 2 8 3 это короткий номер для ваших смс ок можно сюда и вопросы и эмоции впечатления все что хотите в официальной группы вконтакте эта группа нашего радио и понятное дело моя официальная группа семена чайки там есть уже анонсы под которыми масса сообщений и масса вопросов кстати потом мы к этим вопросам естественно подойдем более подробно там же в теле или в теме самого по себе анонсом название коллектива у группа у вас не маленькая я тебе скажу за 15 лет под накопили на группам вконтакте то есть сообщество 7 штук баксов можете стать участниками этого сообщества и получать всю информацию нужную вам в первую очередь о концертах о пластинках о новых выступлениях ну в общем как в лучших традициях контакта кроме всего прочего мы с вами можем наблюдать друг за другом вернее вы будете предполагать что мы вас видим но вы то нас видеть будете точно благодаря камере 360 градусов которую здесь нам поставил портал планета ru за что им огромная благодарность низкий поклон и да 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 аплодисменты я считаю были бы да были бы очень уместны а чтобы попасть к нам в студию посредством камеры достаточно зайти на сайт нашего радио наш . ru там сверху в красной полосочке есть такая стилизованная видеокамеры кликнули и опа вы у нас здесь на столе и озираясь по сторонам прямо со стола наблюдаете за всем что в этой студии происходит кроме всего прочего по ходу эфира мы с юлию лет продюсер эфира в обсуждение и там и там в двух официальных группах выкидываем прямую ссылку на эту камеру давайте петь будем чё сидим должна пожалуй ну конечно чего-то надо пора бы не только не путай куда говоришь куда поешь как будет называть окей 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 как звучало говорили как называется следующий следующая композиция называется паутина она тоже с нашего нового альбома тени независимости и мы ее тут тоже так сказать презентуем это практически премьера премьера да потому что мы ее играли на концертах в достаточно таком сплоченно мега акустическом составе то есть нашим достопочтенным клавишником ивану кузнецовым вот так сказать одни клавиатуры а тут уже совсем так сказать прибамбасными фонами и всем делами вот я 16 минут я слушаю практически есть ощущение что разговариваю с человеком из классического оркестра например скрипачом либо велом чилистом у которого за спиной огромное причем консерваторское образование еще три высших на всякий случай он преподает музыку и искусство и манеру манеры досветские манеры молодому поколению гениально просто это это комплимент не подумайте но при этом если бы на тебе висел кулон семь штук баксов я просто бы я был бы просто в потрясении тогда от такого контраста и распальцовки золотыми зубами ну стоп а где фиксы то где фиксы то все вот а что ж ты будешь опять неправильные какие-то дома оставил в москву ехали по дороге давайте живой звук живой звук программе живые поехали и и ПЕСНЯ ПЕСНЯ Среди тьмы белых лиц Время катится вниз Сквозь громады таблиц Двоек и единиц Нету гречеков, чем вреда облаков Над течением веков рек и материков С паутины не вспышишься странствий Что взлетает сейчас в течении Миллионами вспышек в пространстве И туда мы идем постепенно Кто тебе сказал, что будет именно так? Что ответом твоим сразу встал нервный смех И всегда считал, что нужен именно там И всегда держав мою голову вверх Тебя сразу принял этот призрачный смех Но ты не знал, что он смех И больно ранит, как лёд Не поднялся туда, и зато потерялся Не согреет ли звезда, звезду не спасет И вот спустя море лет, пытаясь вырваться вниз В ветеоритном огне вернуться снова живым Но для оставшихся здесь старая смерть в пустоте А при проражившейся за есть только серый дым И кто-то снова стоит, поднявши к небу глаза И мой лилей вопрос, собраться смерть за тобой Но только страшную тайну пронят небеса Как тяжело жить холодной и мёртвой звездой В паутине не вспышевшихся странствий Что всплетает все части вселенной Миллионами вспышек в пространстве И туда мы идём постепенно Степенно, 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 степенно Студия аплодирует практически стоя, я вам скажу Семь стукбаксов Так называется коллектив из Нижнего Новгорода Которые сегодня здесь, в Москве На нашем радио показывают свое творчество Что касается Новгорода Вы, в принципе, там живете? В Нижнем Ну, то есть никто не пытался перебраться в Москву Так обычно музыканты поступают, чтобы ближе быть, так сказать, к культуре Ну, так сказать Культурные связи между этими двумя городами Нас налажены очень плотно Вот Никита у нас непосредственно Вот большую часть времени Проводит в Москве Да, 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 но слава богу, что он нам помогает, в общем-то, выступать И принимает, да, участие в записи альбомов Поэтому ни с кем поклон за это Спасибо, Никита Я думаю, что нужно благодарить человека только за то, что он, в принципе, как-то так не забывает коллектив А как репетировать-то, если он в Москве, а вы в Нижнем? Или ему не надо? Ну, перед ответственными мероприятиями, перед всеми То есть, в любом случае, собираемся, вот И, опять же, с Никитой так-то мы, в общем-то Часто видите? Частенький Нижний небольшой, я так понимаю Частенький Смотри, что пишет у нас эта группа нашего радио Владислав Ангеловский Впервые слышу отличная гармония звука Все слажено, как надо Бас-гитара под гитарой звучит в лучших традициях Hard and Heavy Ну, вот вам уже комплименты пошли Парни счастливы, я понимаю Наша аудитория, кстати, чуткая очень И многие моменты, нюансы и детали Слышат лучше даже музыкантов, пожалуй Потому что, когда ты играешь, ты этого можешь не замечать А аудитория у нас все слышит Все абсолютно А мы тоже замыленные, в принципе Так, значит Секундочку Вопрос ко мне Вы должны запускать рекламные блоки в произвольном порядке или в строгое? У нас сдвинулось время рекламных блоков, ребята Успокойтесь, на 10 минут назад Минус 10 минут, вот тогда вы будете понимать Во сколько у нас будет теперь выходить реклама Что же вы так прицепились к этим рекламным блокам, господи Людям мешает реклама Музыку воспринимать Ну, кушать-то мы хотим Всяк Вот Без этого никак не обойтись Конечно 5283 Это короткий номер для смс-ок Группа ВКонтакте Вопрос хороший, кстати У человека задал А что баксы, а не рубли Не патриоты, что ли? Не, ну 7 штук баксов это много 7 тысяч рублей как-то это Ни о чем, в общем Я понимаю, да У долларов просто курс стабильный А рубли приходилось бы постоянно менять название Ну там типа клево Не клево Я хочу тебе напомнить, что в 99-м году Курс доллара был тоже немножко иным Он был 24 рубля Как сейчас помню Кризис 98-го меня застал врасплох Так что ценный курс помню А сейчас 36 Да, ну в общем тоже Мы как раз получаются такие Ну, получаются своеобразные дети кризиса 98-го года То есть создание группы Создание группы тоже происходило же в это время 98-й, 99-й Отличное название для следующего альбома Дети кризиса Дети кризиса Кстати, да Кстати, да Те независимости Дети кризис Куда же дальше-то Слушайте, а вообще нормальные вы люди? Нет, вся страна переживала Вся страна, понимаешь, в трансе Вся страна в шоке Вся страна не знает, куда бечь Потому что кризис в стране А вы песни поете А у нас там Лимбискет, Корн там и все дела Вообще Не, на самом деле Было очень, ну, достаточно ощутимо Вот Я тогда в Москву не поступил Как раз в институт Вот И вернулся В какой ты не поступил? В полиграф Художника-иллюстратора В итоге закончил что-нибудь? Ну да В Нижнем Новгороде уже Ну Вот И вообще То есть там это Все неразбериха Бардак Там 98-й год Все там А приму курят Вообще не понимаю, что делать 94-я зима Не путай Так они назывались Кто? Ты приму когда-нибудь Видел, как пишется? 94-я зима Ну вот Курица 94-я зима Офигевают В общем-то То есть Ну состояние такое У нас там Первые концерты Все дела Ну то есть Какое-то странное Вообще Ну ощущение все равно У нас было Ну что мы молодые Там Свежесть такой То есть у нас там Альтернатива В полный рост Понятно Это как раз про вас Знаете Там Даже не анекдот А история Когда музыканты молодые Приезжают с концертом Шефским концертом Колхоз Ну какая-то бабулька Идет Доярка Спрашивает Видит Гитара у ребят Говорит Ребятки Вы кто такие? Ну мы вот приехали К вам с концертом Мы музыканты Да я верю Что музыканты работаете Вы кем? Ну вы же должны Кем-то работать Чтобы как-то жить Наверняка же музыка Не особо кормит Ну что там Скрывать-то Чем занимаетесь? В мирное от музыки Время Я художник по интерьерам О, вот это серьезно Ну то есть Я не оставлю Свои художественные Вот эти все темы Визиточку оставь Из музыкантов Еще чем занимается? Я собственно Только музыка Да клавишник У меня В общем в жизни Только музыка Меня скажем так Кормит То есть ты преподаешь? Нет я еще На заказ делаю Какие-то музыкальные произведения И так далее Угу Как все серьезно Дальше поехали Басист Иди дорогой Иди Ну рассказывай Я делаю Радиорекламу Свободное от работы Время Делаешь как? В музыкальном плане? Нет Аудиопрадакшн Все как у вас Вот И поработаю В ночном Лобби И скажу Окей Вау Ну в общем Два самых выгодных Места вам в этой жизни Уже занял И хорошо зарабатывает И там и там Я в этом абсолютно убежден Ну что ты так Подходи Рассказывай Чем ты занимаешься В мирной музыке Свободной Я фактически Особо так Ничем интересным Не занимаюсь Спасибо До свидания Это вернись Вернись Нет серьезно Ну как На что живешь-то? Специалист По всем делам В одной организации По всем делам Играю в одной группе На одном инструменте Нет В группе Клево Ну блин У нас Иван Золотые руки Я понимаю Человек на все руки мастер Тоже низкий поклон ему То есть он Большое участие принимает В альбоме Поэтому прям Поговорим об альбомах тоже Надо послушать Молодого человека Вашего Московского Никиту Давай Саксофонист Рассказывай Ты чем занимаешься Я занимаюсь только музыкой Работаю здесь в оркестре Выступаю в различных проектах Сольных И с какими-то группами Ну и преподаю Саксофон Да Преподаю саксофон А в форме ходишь военной? Нет Нет С армией никак Нет я подумал Может быть военный оркестр Просто прическа соответствует Когда я не связывался с военными Там мало ли Всякого Там кто у нас еще Барабанщик остался у нас еще Дмитрий Скажите за Дмитрием Он просит жестом Скажите за меня Ему лень идти Я понимаю Он привязан просто Чем Что сказать Он делает видео Первоклассные видео У него видеоголова называется Видеохэт у него называется Контора Оператор Вау Слушайте парни Визиточки оставьте Ну что это такое Какие люди к нам приходят замечательные Дворческие все Музыку играют Делом мы занимались Специалисты по всем делам Кстати если что Ладно Давайте петь дальше Что это будет Следующая песня Тоже с альбома Тени зависимости Песня Эо Решили мы ее тоже включить В программу сегодня Да 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 Фиты и цветы Вот Мы на самом деле Тут же еще и фиты провели В нашем альбоме Вот дедлайн мы исполняли С великолепной Лусине Из группы Луна Вот Непревзойденный Так сказать Со всеми так сказать Регалиями А песню Эо Мы исполнили С пареньком Мужчиной Мэтром Так сказать Отечественного панк-рока Сидом Спириным Дмитрием Низкий ему поклон Как говорится Расколбасился С нижегородских земель С волжской С волжских просторов А вот А ты как По волжской Поговорить можешь? Я говорю Низкий поклон Сразу Нет Поклон А еще Как-нибудь А это в разговоре Все равно Прослеживается В любом случае Нет Не слышно Вот поэтому Не слышно Я же говорю Но окни Это прям Тренд вообще Нижегородский Нижегородский Конечно Напомню Сегодня группа Из Нижнего Новгорода К нам приехала Семь штук Баксов Баксов Привезли Если бы Погнали Живой звук Программа Живой Поехали Йоу-йоу-йоу-йоу Давай отбросим К черту Рули Чемотан Оставим Нутные Заботы Сегодня Супердень Он нам по праву Дан И нам Не помешает Кто-то Эй-оу Мы крикнем Эй-оу Коль мире Мы сейчас Одним И нас Никто Не ждет Эй-оу Мы крикнем Эй-оу Нас Старь Радост Выгни И Эхо Нам Поет Сегодня Светят Солнце Яркие Лучи Над Побережьем Морем Пляжем Для Беспокой Спустяшных Вовсе Нет Причин Как Две Звезды Песок Песок Ляжем Эй-оу Мы крикнем Эй-оу Коль мире Мы сейчас Одним И нас Никто Не ждет Эй-оу Мы крикнем Эй-оу Нас Эй-оу Мы крикнем Эй-оу Коль В мире Мы сейчас Одни И Нас Никто Не ждет Эй-оу Мы крикнем Эй-оу Настали Солнечные Дни И Море Нам Поет Эй-оу Мы крикнем Эй-оу Коль В мире Мы Сейчас Одним И Нас Никто Не ждет Эй-оу Мы крикнем Эй-оу Нас Настали Радость Среди И Эхо Нам Поет Эй-оу 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 Эхо Нам Поет Эй-оу 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 Море Нам Поет Эй-оу Ну я вам скажу Спасибо Неожиданно очень Спасибо, спасибо Дай здоровье Сколько хочешь Неожиданно очень То сейчас видеть Что самый активный Человек в вашем коллективе Человек с саксофоном Удивительно Никита так трясет хайром Был бы хайр в смысле Да В паузах Когда не играет Все остальные Музыканты серьезно работают В струны В клавиши А Никита Ну господи Ему сейчас гитару дать Он просто рок Рокмен Рокгерой Молодой наверное потому что Да еще Ну и Парни такие В принципе В принципе Работа саксофониста Красоваться С прекрасным инструментом Со всем прочим Завистью сказал Завистью сказал Был бы у меня Такой блестящий Инструмент И задумался Пользоваться чаще Надо будет блестеть 5283 Логично Не знаю о чем ты подумал 5283 Это короткий момент Для смс И Понятное дело Все ваши вопросы Эмоции Впечатления Все сюда Не забывайте Об официальных группах Вконтакте Здесь тоже много чего О и самая офигенная песня Йоу Это про Эо Алексей Филиппов Между прочим написал Леша Кстати Человек имеющий к музыке Прямое отношение Значит вот что Илья Денисов пишет Смотри что Доброго всем вечера Доброго вечера нашим Впервые открыл для себя 7 штук баксов На фестивале Кубана 2010 Музыка очень понравилась С тех пор начал вас слушать Вас причем с большой буквы Это уважение к коллективу Никогда же не объясняли людям Что у вас с большой буквы Это личное обращение А не обращение к группе Ну не важно Зато с уважением Молодцы ребята Но скажу Но скажу Что если бы не Кубана Я бы так и не открыл Для себя ваше творчество Какие еще фестивали у вас были Кроме Кубаны Соседний мир Много разных воздух Соседний мир Нашествие В каком году было нашествие По-моему Мы с пятого Нет по-моему Мы с пятого года Первый раз С пятого года выступали И вот ежегодно До десятого До двенадцатого До двенадцатого До двенадцатого По-моему Да Потом устали просто Я понял На нашествие быстро устаешь За шестьста лет Можно Да нет Ну там было Нашествие Это была провокация Когда мы ее еще Сапоги продавали Там резиновые в воздухе Висели По фестивалям Мы покатались Ну Я так насчитал У меня тут есть шпаргалка Я насчитал У вас десять клипов Семь альбомов Все правильно Какие семь альбомов А может быть МП3 компиляции Компиляции Подожди секундочку Секундочку Подожди Читаю Значит Спрайт Жажда успеха Это 2003 год В том же третьем году Альбом Ты Это одно и то же Это одно и то же Просто вы вышли Под эгидой Спрайта И уже потом Мы выпустили Соответственно Севи Бакса Попс Хэви Бакса Попс Севи тоже неплохо Хэви да Севен Бакса Попс Хэви Бакса Попс Правильно Да Хэви Бакса Попс Тру или Труп Есть Лайт Есть Есть Вперед Есть Тень независимости Я Ну хорошо шесть Я не вышедший Ну шесть альбомов Ну да Да Где семь Есть Шесть Ошибся-то на один альбом И то не знал Что он называется Просто по-разному Шесть альбомов И десять клипов Я насчитал Вполне возможно Вполне возможно Жун призовут Бежать Крик-эндрык Раб Тру или Труп Опять же Марш одного Я вернусь Лови над ней Нужно подчеркнуть Будь с собой Фу устал читать Десять Кто снимал вам это все Я так понимаю барабанщик Вот кстати Проницательным Проницательным взглядом Вы угадали Скромного героя Прячущегося за этой Прекрасный Так сказать Все десять снимал Восемь Восемь А где можно их увидеть Народ же хочет Интернет Прямо на ютубе У нас есть Совершенно все запросто Выложено Можно Наш мегаканал Мегаканал какой Семь тысячу е Ну в смысле там же В ютубе Вот отлично Сейчас люди пойдут Смотреть Это важно Наша задача Затащить людей к вам Как можно в большем количестве Тех которые пока вас не знали Их клип что посмотрели Спасибо И песни послушали Только у меня к тебе Большая просьба Очень большая Не надо со мной на вы разговаривать Я сейчас даже оглядываться Начал Когда ты вдруг Вы Я так Вас Тебя два получается Как будто Меня два Меня правда два Никак не ожидал от себя Такого Неожиданного Давай будем общаться нормально Да По человечеству А то как-то Ок Галстук дома оставил Перчатки тоже И вдруг неожиданно Ой С чего вдруг Так Семен Попроси Диму спеть песню Про пирожки Дмитрий Мартынов просит Что за пирожки Такая песня Дима Дим что за песня Про пирожки Ты нам про деревню только пел Про Аун Бибелиан Про пирожки Ты нам не пел Дим Да Дочь Для дочери Для дочери Дима пел песню Про пирожки Мы ее пока не знаем На самом деле А народ знает Дочка пела что ли Ульяна пела А Дима пел Дочке Ульяне Песню про пирожки В следующем альбоме Фит В общем-то Он с дочерью Свои пирожки запишет Обязательно Эх Знаю Если вы были с 2005 года Значит вы были в 2008 Когда там все было Да Да Канарезиновый Спагит там На толпой Геройские люди Вы это прожили Пережили Вы Под пять пакетов На ногах Я понимаю Не только Кстати на ногах Когда особенно После Скажем так Хорошего возлияния Там и на руки надо Иначе как-то так Не доползешь Давайте петь дальше Что это будет Следующая песня Тень независимость Да Тень независимость Он уже вышел Кстати Еще пока нет Не вышел Но уже Вот прям Мастер диск Прям записан Ждем пока выйдет Ждем пока выйдет Ну он выйдет Это уже он скоро Уже Ну Я думаю да У нас 28 Уж презентация Ну так вот Презентация в любом случае Вот А где будет презентация Презентация пройдет 28 марта В клубе Москва Холл Ждем всех Да ждем всех Угу Вань такой скромный Иван Такой скромный Прям у тебя Он прям будто и бог Добрейший душ и человек Я понимаю Само-само добро вообще Я понимаю Ну вот такой вот Ну же хорошо Где будет Москва Холл Москва Холл Надо громко После 15 лет В команде Вот так Москва Холл Хорошо Скромность Это Это Отражение Прям На интеллигентности Человек Прям Это отлично Я вообще вам Я вами удивляюсь Ребята Удивляюсь и богу Смотрю на вас И не верю Что такое бывает Вот на самом деле Давайте петь уже Живой звук программы Живые Здесь сегодня 7 штук баксов Погнали Попробуй спокойно Рядом пройти Не поднимая глаз Не поднимая глаз И тихо Чтоб не раскрыть звук груди Неловким жестом рук При столкновении нас Старайся Старайся Сжечь себе Все Что накопилось Тебе За продолжительный срок Здесь только Боли И ощущения Не передать Ни тебе Ни мне Не дай Не дай Бог Мистер Никита Помогает И как всегда Я в сотый раз Вновь и вновь Взбивая руки В кровь Стучусь в закрытую дверь И страшно мне Только от мысли одной Что происходит со мной И что со мной теперь Ох, я хочу Чтоб стала Ты другой Лишь прикоснись рукой И улыбнись в ответ Досада мне Что непонятно Да И слышу Как всегда Я только Слова нет И снова В душу Гвоздь И вот уже Опять Чих-то В глазах Мороз Топтавший Меня в грязь Я как урод В борьбе с бездушным существом И веря самому себе Тусклею С каждым днем И вот пройдя все грани Этого кошмара Я снова вижу сон Где мы с тобой на равных И вот опять всплывает В памяти Мгновенно Момент Где снова стоишь Передо мной На коленях Спокойно Я не хочу тебе зла Как не хочу И добра Мне все равно Я убийца Мне остается Лишь уйти И скулить Припоминая следы Давно ушедших Обид Обидно Мне не забыть Никогда То унижение И страх Что я не смог Побороть Я не знаю Как мне дальше жить С этой дырой в груди Где продолжает Колоть И снова В душу Гвоздь И вот уже Опять Чих-то В глазах Мороз Топтавший Меня в грязь Я как урод В борьбе С бездушным Существом Не веря Самому тебе Тусклею В тяжным днем И снова В душу Гвоздь И вот уже Опять Чих-то В глазах Мороз Топтавший Меня в грязь Я как урод В борьбе С бездушным Существом Не веря Самому тебе Тусклею В тяжным днем В тяжным днем В душу Тусклею Я в всякий раз Когда в песнях Есть пауза Боюсь не вовремя Дать команду Хлопальщикам нашим Чтобы не дай бог Не перебили они Песню посередине Сейчас попался Слава богу Клопочки ученые Да Знаешь что Сейчас почитаем Кое-что Как вообще критики Относитесь Скажите честно Неотъемлемая часть жизни Хорошо произнес Четко Неотъемлемая Там другая буква Не подумайте Значит читаем Давно вас не слышим Пишет Александр Галактионов И понимаю Что зря Прекрасные песни Для себя во второй раз Открыл эту прекрасную группу Спасибо А где критика Секундочку Ты хоть спасибо Сказал Спасибо Спасибо вам С берега флоги Анка Баграмова пишет Вот потускнею Я ребята знаю Душевно Глубоко Не только по моему мнению Пишет Анка Ну Спасибо Спасибо большое Молодцы Я сейчас научу их правильно Ваня Кокорин Ребята Ваши песни уже Лет 7 вдохновляют Заряжают жизненной энергией И все эти годы Хочу сказать Все эти годы Хочу сказать вам Огромное спасибо За ваше творчество Которое по-настоящему Большое значение Имеет для меня Привет из Иркутска Ваня Кокорин Привет Спасибо большое Спасибо огромное Ждете все еще Ждете критику Да да конечно Конечно Ужас уровень школьной команды Наталья Бередихина написала Привет Наталья Привет Наталья Спасибо Мы будем стараться Пожалуйста пришлите мне записи Этих школьных команд Очень интересно Ну вот вы одна из них С ее точки зрения Вот А кто-то говорил там еще Вокал Кстати вокалом занимаешься? Ну периодически так сказать Ну то есть То есть занимаешься То не занимаешься То занимаешься Ну я имею ввиду серьез Ну серьез нет Люди рекомендуют Не знаю Я не буду рекомендовать ничего Я вообще этого дела не люблю Мне нравится Я слышу например Мне кажется что Все хорошо Ну человек пишет Хорошо Музыка вроде норма Вокал лажает Хорошо спасибо Да не за что Всегда пожалуйста Ну человеку-то все равно Надо говорить Мы же уже Это из Питера человек Из культурной столицы Написал Окей Вот Относительно недавно Слушаю вас Даже успел заучить Практически наизусть Несколько песен Очень был рад Когда услышал вас на нашем Молодцы Так держать Надеюсь скоро порадуете Чем-то новым Филипп Химке А то что сегодня Они поют новое В принципе это для Филиппа И с Химок Пока не дошло Возможно Филипп Каким-то пиратским образом Успел услышать наш альбом А и поэтому для него Это уже не новая песня Замечательно Тоже кстати хорошее объяснение Сейчас пиратов-то уже нет Сейчас же все Как-то уже почти узаконено Практически Для людей которые А кстати Как вы относитесь к тому Что вас качают? Да вполне нормально Молодцы спасибо Ну а что вам Вы же 7 штук баксов Слушал баксов в Курске Переехал в Нижний Лично познакомился Ромка поймет Всем привет Хорошо Спасибо Ромка видимо понял Ну да Ну вот человек в Курске Слышал А потом в Нижний Переехал Лично познакомился Ромка поймет Всем привет Подписи Товарищ мой 914 3 последняя цифра Номер Телефон Ротфронт Как зовут Алексей Ну сейчас Алексей Должен отписаться Правильно ли это он ли Действительно Не ошибся ли Ромка Который должен был понять Какая следующая песня Следующая песня В нашем так сказать Исполнении В вашем так сказать Называется Империи Как Империи Тоже знаменит С нашего нового альбома Под названием Тени зависимости Опять же Сегодня по сути дела Презентация Альбома Да Сегодня практически Ну Так сказать 50-50 Мы решили сыграть Сегодня Вот Это пока Лайтовая часть Альбома Презентуем Лайтовая часть Наверное А что тяжелую Уже не срослось Ну мы будем здесь Ну ладно Что сейчас вас пытают Давайте петь уже Еще раз Как называется песня Империи Во множественном числе Правильно Империи Замечательно Семь штук баксов Погнали Когда проводишь рукою По серым каменным плитам Безмолвной времени Рекою Цепью тречин покрытым И ощущаешь Муравьем Семь из речных зданий Поросших Времени Пыльем Пыльных Их оснований Не больно думаешь А силен Из которой Возврели Эй Те безмолвные Мессии Измельдоны И стали От тысячи Косей Положенных Под каждый Фундамент Эй Человеческих Мастей Блетет на Грубый Орнамент Время Тебе Время Закрытых Нас Разбьют Оли Обоскорбленных И забытых Вроде Собственной Боли Чтобы Телами Плотно Высоцить В восхождении У дороги Такой Вот только Мы Погнал Император Слетоги Империи Должны Умереть Но не от Погнал войны А от Создания Своей Неизбывной Вины При теми Кто им Сотни Лет Ставил Смину Попеть Но я Уверен Что Империи Должны Империи Должны Умереть Но не от Погнал войны А от Создания Своей Неизбывной Вины При теми Кто им Сотни Лет Ставил Смин Лет Но я Уверен Что Империи Должны В мире Он Кровь На все Анальных Героев Перемешавши Весь А в жирный Бурный Слой Перегной Носколько Б не Сиял На высоте Коронами Вдалов И не Грозил Колосс Рокам Во мне Закрытым Забрало Просуществую Беспалив Похудо Бурые Люди И тащат Коби Миглины Для камней Медных Орудий Империи Должны Умереть Но не От Погнал войны А от Создания Своей Неизбирной Вины При теми Кто им сотни Лет Ставил Спину В ответ И я уверен Что империи Должны Империи Должны Умереть Но не От Погнал войны А от Создания Своей Неизбирной Вины При теми Кто им сотни Лет Ставил Спину В ответ И я уверен Что империи Должны Сбои Взяли Сбои Взяли Город Рим Дальше Думай Сам Дальше Думай Сам Сбои Взяли, с боя взяли город Рим. Пей парабан, пей парабан. Взяли, с боя взяли город Рим. Дальше думай сам, дальше думай сам. Взяли, с боя взяли город Рим. Пей парабан, пей парабан. Теперь мы должны умереть не от факта войны, а осознание своей неизбирной вины. Пред теми, кто им сотни лет, ставят спины побед. Я уверен, что империи должны, империи должны умереть Но не от факта войны, а от сознания своей неизбывной вины При теме, кто им сотни лет ставил спины под плеть Я уверен, что империи должны Империи должны умереть! Империи должны умереть! Империи должны умереть! Империи должны! Сбой взяли! Сбой взяли! Сбой взяли! Город рим! Дальше думай сам! Дальше думай сам! Сбой взяли! Сбой взяли! Город рим! Сбой взяли! Тей парапан! Тей парапан! Сбой взяли! Сбой взяли! Город рим! Дальше думай сам! Сбой взяли! Сбой взяли! Город рим! Тей парапан! Тей парапан! Живые. Живой звук. Живое общение. Живые. Субтитры создавал DimaTorzok Да, впервые услышал в 2006-м. Тогда не зацепили. Но вот альбом «Вперед» стал одним из любимых альбомов русскоязычной группы Радибаксов. Поехал на соседний мир и ни капли не разочаровался. Вживую звучат шикарно. Очень рад возвращению саксофона. Сергей Сенкевич пишет. Спасибо. Мы тоже очень любим фестиваль соседний мир. Да, дальше был от человека вопрос. В постоянном ли режиме теперь саксофон в коллективе? Скажите, как зовут саксофониста полностью, а то только его не услышал. Его зовут Никита Наймушин. Так вот Наймушин он или он постоюшин уже? Он Никитоз. Он в постоянном режиме теперь в коллективе? Практически. Все, ответили на вопрос человеку. Это важно было. Человек интересуется, правда. Нет, ну действительно, очень круто звучит, имея в виду сейчас вот ту стилетику, в которую вы играете, да, вот этот же скач, как казалось бы, и саксофон. С одной стороны, кажется, что это невозможно совместить, но вы как-то это делаете. Как-то умудряетесь это делать. И это круто, и звучит хорошо. Значит, так, ага, нет, это уже ко мне. Вопросы, ребятам я ищу вопросы. Ребятам задавайте вопросы. Ваши эмоции и впечатления нас тоже интересуют, но их почему-то не очень много. Пока только в основном такие вот эмоции. Эмоции. Вау, всплески такие. Эмоции. Вау, круто. Чего ты расстроился? Я? Нет, я сконцентрировался наоборот. Дело в том, что вещать на нашу, ну, на какую-то часть нашей необъятной родины тоже же такой достаточный, ну, типа ответственность, да. И этот мандраж как раз я словил, сев вот на этот стульчик уже и прям поняв или поняв. Поняв, ну, неважно. В общем, всю ответственность, возлагаемую на мои плечики. Так, у меня появилось ощущение, что ты это понял или понял, не знаю, понял, к пятой песне, а не к первой. Почему-то ты, поначалу программа-то повеселее-то был. А, ну, я там... А мы изначально песни повеселее пели. Да, расслабься, все нормально, все прекрасно. Спасибо. Все идет хорошо. Давайте петь дальше. Что это будет? Следующая, следующая песня тоже про эмоции. Песня называется «Я спокоен». Ах, как мы вовремя заговорили. «Я спокоен», да, песня называется «Я спокоен». С нашего нового альбома, не побоюсь этого слова, «Тени зависимости». Так. Любите, не любите, слушайте, принимайте, в общем, низкий поклон. Живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня семь штук баксов. Это группа из Нижнего Новгорода. Так, на всякий случай. Поехали. «Лец гол». И что там? Не катят вперед, выпадая в осадок. Жизнь – гололед, в бедловах беспорядок. Люди наперечет, как кино, братьев Коэн. Я остаюсь абсолютно спокоен, спокоен вполне. Хоть вокруг каждый житель в этой стране болевой раздражитель. Все против всех, каждый сам себе воин. Но я остаюсь абсолютно спокоен, значит, быть на чеку. Не дремать, а то крышка, бычьего стада, спину одышка. Так испокон веков мир наш устроен. Катятся дни, я предельно спокоен. Ладно, судьба ведь не допроверяла. Сопротивляемость материала. Сколько еще впереди с нею боем? Катятся дни, я предельно спокоен. Я спокоен, я спокоен. Я абсолютно, абсолютно спокоен. Я спокоен, я спокоен. Я абсолютно. Каждый день новый экзамен на резвость. На силу духа, моральную трезвость. Свой шестной сверчок и его будь достоин. Рот на замок, оставайся спокоен. Глух, тихо, нем, ожидаю тарана. Новых проблем с голубого экрана. Диктор гундит, он потянутый строен. ТВ говорит, чтобы я оставался спокоен. Я спокоен. Я спокоен. ТВ говорит, чтобы я оставался спокоен. Я спокоен. Я спокоен. Он говорит. Страх поднимается с дыбом заводов, С паром канализаций, В сырой непогоды. В душу глядит сквозь опухшие веки, Стучит в боковое рукою калеки. Под жатым хвостом, Одичалой собакой, Миндовским постом, Пару данную дракой. И за всем Бог следит Со своим колоколем. Видимо, он, как и я, Абсолютно спокоен. Он спокоен. Он спокоен. Он, как и я, Абсолютно спокоен. Он, как и я, Абсолютно спокоен. О, как я! Абсолютно! Как я абсолютно спокойно. Живые. Живой звук. Живое общение. Живые. За сценой. Здравствуйте, с вами программа музыкальных новостей «За сценой» и я, Марина Карпова. Сегодня в выпуске клип Найка Борзова и неожиданное заявление Сергея Михалка. Найк Борзов в скором времени представит зрителям новый клип. Музыкант экранизировал песню «Поток». Это будет одновременно и обычная, и необычная история. Просто обе части клипа снимались в разное время, с промежутком где-то в год. Первая часть клипа, скажем так, галлюциногенная, снималась в одном из кинематографических училищ московских. А вторая часть уже история некая с актрисой в главной роли Елизаветой Истюговой. Была снята в одной из московских фото-видео-студий буквально недавно. И сейчас мы занимаемся как раз тем, что монтируем эти две истории. Найк Борзов обещал, что новый ролик мы сможем увидеть в самое ближайшее время. А пока на сайте музыканта можно посмотреть тизер будущего клипа. Группа «Ляпи Струбецкой» вчера опубликовала в интернете видеозапись, в которой Сергей Михалок объявил, что в сентябре этого года коллектив прекратит свое существование. Я сложил с себя рок-корону, снял мантию величайшего рок-клоуна в истории. И таки, да, я распускаю группу «Ляпи Струбецкой». И слава богу, как будто тяжелый камень я снял с своей шеи, которая тянула меня на дно геронтократии. История группы «Ляпи Струбецкой» завершится 1 сентября этого года. До этого момента команда успеет отыграть несколько десятков концертов в городах России, Украины, Польши, Германии, Чехии, Израиля и Литвы. На этом у меня все. С вами была программа музыкальных новостей «За сцены» и я Марина Карфова. Счастливо. Со сцены. Наша музыка. Наше радио. Сделано в России. Живые. Живой звук. Живое общение. Живые. Итак, давайте-ка продолжим. Напомню, сегодня здесь живых 7 штук баксов. Ну, в смысле, группа так называется, на всякий случай. Привет-привет. Это группа из Нижнего Новгорода, приехавшие сюда, не случайно. У них презентация альбома. Когда она будет? 28 марта в клубе «Москва Холл». Вот, наконец-то это прозвучало правильно. Во сколько? В 20.00. Это я не знаю, на самом деле. 20.00. «Москва Холл». 7 штук баксов. Ребят презентуют сегодня свой новый альбом, который называется «Тень независимости». Кстати, название еще креативный. Мне очень нравится вопрос в группе нашего от Оли Портновой. Семен, а это вы ребят пригласили или они сами в гости приехали? Я себе представляю сейчас картинку. Сидим мы тут на радиостанции. Заезжает к нам группа из Нижнего. Говорит, слышите, что, может, поиграем у вас тут сегодня в живых-то? Ну, конечно, почему нет? Давайте поиграем. А я не помню историю попадания вашего к нам. Вы сами заявку писали? Юля позвала. Ой, Юля позвала. Лучше так сижу, я смотрю в окно, а там мальчики какие-то стоят, стучатся в окно. Дышат такие. Мальчуга, находите сами. Идемте. Они там гитарки показывают. Из Нижнего. Просто у нас народ все время интересуется, каким образом коллективы попадают в программу. Объясняю. Порядка 70 заявок в день приходят на программу живые. Из этого всего Вала Юля, продюсер эфира, выбирает что-то интересное. Что-то наиболее интересное, само собой, попадает в эфир. Дальше выстраивается очередь. Уже до конца мая практически очередь забита. И дальше, не знаю пока, планируем, не планируем. В любом случае, на более дальний срок, наверное, нет смысла. Иначе все обижаются. Потому что многие коллективы даже еще пока не рассмотрены. Слишком много. Но вот эта группа была приглашена сознательно. Причем давно достаточно. Правда же? Не очень давно. Ну, какое-то время тому назад. Это на тот случай, чтобы вы как-то понимали, как все это происходит. Все это не случайно. Ни один коллектив в программу живые не попадает просто так, имею в виду. Вот, давай пойдем споем. Нет, мы их отбираем. Очень внимательно, очень тщательно, очень, как я сказал так, предвзято. Отслушиваем материал. Причем просим, чтобы они прислали нам не только свои студийные записи, но и лайвовые. Чтобы понять, как это звучит в живом звуке. Работа кропотливая, работа серьезная. Поэтому, Юля, спасибо. Можно поаплодировать. Спасибо. А теперь давайте будем петь. Что это будет? Ну, следующей песней в нашей программе заявлена композиция под названием «Лавина дней». Ее-то мы и сыграем с нашего предыдущего альбома «Вперед». Соответственно, на нее снят клип. Зимняя красивая, зимняя красивая сказка. Поэтому, если уважаемые леди и джентльмены захотят посмотреть этот клип, милости просим. А это, так сказать, песенка. Поехали? Поехали. Вот еще я одну, закрываю дверь, ключ пускаю к окну. Всех своих потерь, повернувшись спиной, сделаю первый шаг. Неужели со мной будет только так? Справа нам несчастье гордость под «Лавиной дней». Бьют свой мир над счастьем, чтобы вновь забыть о ней. Я снова пойду от порога прочь, Одиноким беду за собой волочь. Через метры вперед будет ли поток, Что меня принесет в чей-то новый дом. Справа нам несчастье гордость под «Лавиной дней». Бьют свой мир над счастьем, чтобы вновь забыть о ней. Брут себя над счастьем, чтобы вновь... Я понял, нету свои слова в игре, Где каждый хочет стать королем. И что гордыня — это не грех, а ад, который порость идем. И что внутри любое тепло не станет просто «Лавиной дней». И если дальше как-то пошло, то лучше будь один. Справа нам несчастье гордость под «Лавиной дней». Бьют свой мир над счастьем, чтобы вновь забыть о ней. И не в нашей власти сделать менее больней. И не в нашей власти сделать менее больней. Но в том мир над счастьем, чтобы вновь... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ай, спасибо, что подсказал, где нужно было сделать хлоп-хлоп-хлоп. Кстати, надо сказать спасибо Сергею Гореву. Это, наверное, звукорежиссер, который сегодня, как всегда, старается делать все для того, чтобы звук был исключительно чистым и качественным. Спасибо большое, Сергей, спасибо большое. Можно поаплодировать. Мне кажется, он сегодня и сам доволен своей работой. Ну, по крайней мере, улыбается и светится. Это всегда приятно. Юлия Усова пишет, вот у меня в официальной группе. Редкий для меня случай, пишет Юлия, когда речитатив не напрягает и не режет слух. На самом деле восхитительно. Правда, начиная с пятой песни, очень понравилось. Соединение саксофона и клавиш... Считала же, сидела с пятой. Значит, соединение саксофона и клавишных с тяжелой музыкой, да еще плюс то чтение, то пение, пожалуй, не мое. Хотя вечер сегодня они явно украсили и разнообразили. Все-таки почему про краудфандинг молчат? А вот не молчим. А вот мы с этим... Про краудфандинг. Надо рассказать об этом тоже. Именно потому и засчитал сейчас. Давайте рассказывайте о том, что за проект у вас на Планете.ру. Давайте. Совсем недавно у нас закончился проект. Называется «Мы пишем новый альбом вместе». Это был альбом «Тень независимости». Он успешно завершен. Так. Сколько собрали? Собрали мы с выше заявленной суммы. Ну, сумма... 146 тысяч. За сколько? За два месяца, да? Или за месяц? Сроки я уже, к сожалению, не помню. Ну, неважно, собрали. Да, ну, самое главное. Проект был удачен, да. Помимо всего прочего, мы запустили новый проект. Теперь на что? Теперь на издание и сведение англоязычной версии этого альбома. Но не просто так. На нашей новой пластинкой заинтересовался крупный лейбл, который предложил нам выпустить англоязычную версию этого альбома. Лейбл чей? Западный или наш? Японский. Да, на самом деле у нас же альбом «Вперед» выходил предыдущий, но на русском языке в Японии. Вот сейчас заинтересовались англоязычной версией нового альбома. Слушайте, ну, они так скромно об этом говорят. В общем, не так много групп-то в России, которые так интересуют западных миломанов или западные лейблы. Это, по-моему, успех. Япония, ну, постольку-поскольку. Ну, хорошо, они восточные. Я имею в виду внероссийские, да. Цивилизованный мир, будем так говорить. Тот самый цивилизованный мир, где музыка несколько иначе воспринимается. Кстати, это действительно тоже тема интересная на предмет восприятия музыки. Мы на рекламу должны уйти сейчас совсем ненадолго. После этого вернёмся и продолжим. Оставайтесь с нами. Живые. Живой звук. Живое общение. Живые. Йоу-йоу-йоу-йоу. Йо-йоу-йоу-йоу. Мы продолжаем. Семь штук баксов, так называется. Группа, которая сегодня здесь, в живых. Это группа из Нижнего Новгорода. Ищу здесь... А, о, хочешь критику? Конечно. Вот. А следующая песня злая, надо, чтобы... Да-да-да, я поэтому и готовлюсь. Так это, по-моему, как-то в наш общий адрес с вами. Или в мою большей степени. Пётр Медведев пишет. Запись «Голимая студия». Вживую петь не умеют. Не в обиду. Проплаченная программа на нашем. Как одна из... Года 3-4. Наша супер была. А сейчас одна реклама. И проплат с 23-х ещё нормально. А днём один балабол. Что с вами стало наше. Пётр. Да ничего не стало. Я, честно, да, сейчас почесал репу. И так это примерно прикинул, что было с нашим 15 лет назад, 14-13 лет назад. Тоже как-то днём всё. И шоу шли те же самые. Ну, не те же, но другие немножко. Ну, в общем, их было много всегда. И рекламы всегда было много. Когда много рекламы, это значит, радиостанция популярна. Пётр. Вы не понимаете, что это как раз признак того, что станцию слушают. Это значит, что станция может на что-то жить. И радовать вас хотя бы с 23-х 0-0. Хорошей музыкой без балабольства. Не было бы этой рекламы, сидели бы вы дома и слушали флешки. Флешек надо было бы много. То есть, меломан. 5283. Это короткий номер для смс-ок. И понятное дело, что все вопросы ваши вы можете отсылать туда. Впечатления, эмоции. А я так поглядываю периодически. И в группах официальных тоже пытаюсь найти что-то путное. Отличная группа. Привет от водителя. Сникерс Урбания 2011. Отдельный привет Юрику. О, привет, привет. Мы вас помним прекрасно. Юрбаныч. Сникерс Урбания. Сколько лет, сколько зим. Андрей пишет. Семён, я плюю вам в лицо за рэп на нашем. Андрей написал. Это не рэп, это рэп-кор вообще. Я плюю вам лицо за рэп-кор на нашем. Андрей, ответить я ведь могу и впрямую, честно говоря. Андреем практически какой-то Маяковский. Я плюю вам в лицо. Начнём с того, Андрей, что рэпа на нашем сегодня не было. Перечитатив и рэп это две большие разницы. Это как пятая точка с большим пальцем. Они отличаются. Вот знаете, если вы не видите этой разницы, то Андрей, это не ко мне. Не ко мне. И чтобы понять эту разницу, нужно, видимо, немножко поучиться восприятию и посмотреть на то, что есть что. Вы же ведь рэп-то не поёте, это речитатив чистой воды. Речитативен помаленьку. Ну так. И многие, кстати, себе это позволяют. Речитатив-кор. И рок-коллективы. Не только, кстати, сегодняшний здесь. Рекорд. Чего? Да. Да вон, Ваня придумывает. Речитатив-кор, говорит. Рекорд. 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 Нормально. Петь будем, нет? Да. Чего мы сидим-то? Чего мы сидим? Читать будем? Мы сейчас, так сказать, устроим опять такую зачитку. Давай. И зачитка будет жестяная достаточно. Вот песня, да, нет, не знаю. Угу. Так сказать, добавим немножко жестяки. Как и просили. Как и просили, да. Народ требует. Народ требует жестяки. Вот, поэтому, поэтому тут попрыгать на стульчиках не удастся, но вы можете, дорогие наши товарищи, перед... Чего вы там между собой? Ну, решите уже, наконец-то, что вы играете. Все нормально, все решили. Все нормально. Дорогие наши товарищи, дамы и джентльмены, позвольте попрыгать перед, так сказать, радиоприемниками. Сейчас прозвучит песня «Да, нет, не знаю, затрудняюсь ответить. Нужно им подчеркнуть». Ты когда-нибудь уже начнешь петь? Да. Когда я был мал. Дорогие наши товарищи, дамы и дамы и дамы и дамы и дамы и дамы. Дорогие наши товарищи, дамы и 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 дамы. Выбирать мой черёв, что молдов за нами следят. И ведут страшный час все сверять результат, заглянув небесный талмуд. Нам обсяги свои по делам ошадут. Да, нет, не знаю, затрудняюсь ответить. Нет, не знаю, затрудняюсь ответить. Нет, не знаю, затрудняюсь ответить. Нужно им подчеркнуть «Да, нет, не знаю, затрудняюсь ответить». Нет, не знаю, затрудняюсь ответить. Нет, не знаю, затрудняюсь ответить. Нужно им подчеркнуть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо! 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 Именно поэтому так мало групп с саксофоном как раз-то Так Их влекут другие просторы, можно сказать А барабанщик сейчас покоряет просторы нашей Родины с группой Элизиум Элизиум, да Два локалиста, два бас-гитариста Вот так вот Вот какая группа-то была Как в мочу Подавал-то, саксофонист Бешеный, безумный В следующей программе будет Три портсигара импортных Три солиста было Два басиста Кстати, что касается басистов Недавно были на концерте Мордора Ребята, я вам скажу, вот этот эксперимент Я рекомендую вам его провести Я никогда раньше не видел этого живьем Один из своих номеров Без песен То есть это была инструментальная история Три бас-гитары и барабан Потрясающе вкусно звучит Ну то есть начинается все с соло-барабана Затем басист вступает вместе с барабаном Играет Потом вдруг появляется вокалист Миша, тоже с бас-гитарой Играет свою партию Потом появляется гитарист Тоже с бас-гитарой Я вам скажу Уникальный звук Совершенно уникальный Я сейчас вот подсказываю Может быть поищите какие-то штуки По-моему круто Да, у нас есть тоже некие такие уникальные свои штуки Вот расскажите Мы меняемся инструментами Мы каждый садимся за тот инструмент На котором хуже всего играем Вот и исполняем вот песни А вот это эксперимент А так что по эксперименту Я это вел к чему? Я вел к тому, что может быть Вы как-то экспериментируете вообще радикально Я не знаю Ну ладно, саксофон есть Вы волынку используете, к примеру, еще вдобавок Ну я не знаю, что еще может быть У нас на двух предыдущих альбомах Использовались струнные инструменты Альт, скрипки, велончели Так А что, скретчи тоже у нас появились? Да мы, в общем-то, можно сказать, очень сильно экспериментируем Электроника Да, электроника Один раз мы выступали с живым духовым артестром Целиком А вы при этом не играли ни на чем Нет, мы играли Не знаем еще, да Круто Это был нападок как Metallica and Symphony Только наоборот Ну Нижегородский лад Только звуковым Секундочку Я почему об этом спрашиваю? Это очень важный момент Мне всегда интересны люди, которые не зацикливаются на чем-то одном А экспериментируют и еще То есть вы в этом направлении двигаетесь, правильно? Да у нас каждый альбом Сплошные поиски То есть если брать, например, всю нашу Иван, ты хочешь что-то сказать? Да, как раз таки вот следующая песня она покажет Так Покажет что? Что мы очень разноплановые ребята и очень любим веселиться А вот до сих пор это понятно Это ты про песню про зверей, что ли? От рэпкора, да, до песни про зверей Ну это на самом деле Иван так плавно подвел К одному из наших, так сказать, опусов Песни «Еноты», которую все-таки мы решили здесь сыграть Кстати Да, это на самом деле Кстати Это, между прочим, одна из самых известных Да, 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 абсолютно точно Практически визитная карточка Практически визитная карточка Это всем тем я сообщаю, кто с группой не знаком Или думаю, что не знаком Я полагаю, я надеюсь, что по этой песне Вы поймете, кто здесь сегодня у нас находится Семь штук баксов, между прочим Стоили еноты Еноты? Еноты Живой звук? Живой звук В программе живые Программе живые Живые еноты в программе живые Погнали Поехали Более Моим сознанием И погнал меня в тоску Ой! Парень, если не пьет Почему? Во всем виноват енот Посмотри! Чувак, как тетка, ревет Почему? Во всем виноват енот Что ты во всем виноват еноты? Еноты Грустные ноты Во всем виноват еноты Еноты Что ты во всем виноваты еноты Что ты во всем виноваты еноты? В общем виноваты еноты Еноты Погнали Где был какой-то музык, вроде книжки я видал Кто болтов бы не поверил, как родной енот мне стал Вторник, пятница, суббота, а я кручу-гручу о нём И всё снёсся мне, еноты, тут еноты, там еноты Всё бегут, бегут еноты за стиральным порошком Ой, парень не ест и не пьёт, почему? Во всём длинноват енот, посмотри! Чувак так всё-то ревёт, почему? Во всём виноват еноты, что ты, во всём виноват еноты Грустые еноты, во всём виноват еноты Что же заботы, во всём виноват еноты, еноты Погать охота, во всём виноват еноты Е! А! Че-е! Камон! и скажи то что остается я перестану таскалась и мы от счастья улыбнемся паскать а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Еноты! 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 Не подумайте, что плохого. Песня гринписовская о енотах, о любви к животным, о любви к братьям или сёстрам нашим меньшим. Еноты же бывают, девочки тоже, правильно? И к сёстрам, и к братьям. Потом вдруг следующая песня. И бабушек из зала выносят, причём вперёд ногами. Детей и бабушек. Нет, дети терпеливее гораздо. Дети гораздо терпеливее. Степан Петров, вот чего спрашивает. У меня вопрос. Роман Докукин пишет стихи? Не тексты песен, а просто стихи. Если да, то может ли что-нибудь прочитать? О, друзья! Так сказать, ну, в общем-то, пописываю, так сказать, но очень-очень редко. А чё так? Ладно, в общем. Ну что? Раздержусь. Чё за скромничал-то? Подожди, я же тебя не пить прошу. Да нет, абсолютно нет. Ну ты пишешь стихи. По большему счёту очень мало. Очень мало. Могу сказать, что в песне «Паутина» в середине трека как раз использован фрагмент одного из стихотворений романа, и сегодня она звучала. Ваня, а чё он такой скромный-то? Я не понимаю. Ну пишешь же стихи, я же знаю, что пишет. Но почему он это скрывает? Почему он не читает их вслух? Такая вот особенность и натура. Да, понятно. Ладно, всё, я не настаиваю, между прочим. Ты чего, я же так просто. Скромный знаешь, куда ведёт? Куда? К безвестию. К безвестности. К безвестности даже так правильно по-русски. Так что вот если есть что-то, может быть и блеснул бы, нет? Дело в том, что все силы вкладываю в написание текстов практически. Вот. А свои стихотворные опысы оставляю больше для дружеских между собойчиков. Вот. Даже по типу, наверное, куртуазных манилистов, скорее всего. Когда-нибудь обязательно, так как всё равно какие-то маленькие стишки копятся, такого фривольного достаточно содержания, поэтому я воздержусь их здесь рассказывать на самом деле. Когда-нибудь я издам маленькую книжечку вот таких вот стихов. И, ну, в общем-то, вот так вот, наверное. Ну, такой вот куртуазный манилист уже, великолепное вот объединение. Не пробиваемый ты, скромный сильно. Анастасия Малафеева вот что пишет. А меня друзья когда-то давно прозвали енотом. И оно привязалось. А ещё я люблю мыть посуду. А под фразой «во всём виноватый енот», думаю, подпишется любой мой экс-бойфренд. Ой, спасибо, парни, и настроение улучшилось. Анастасия Малафеева. Вот, пожалуйста. Спешл фон. Спешл фон Анастасия. Ну, кстати, сказать, такого рода, как ты говоришь, опусы музыкальные говорят, прежде всего, о разнообразии музыкантов, о их разноплановости и, в общем, по-настоящему профессионализме. Потому что отступить от чего-то привычного и традиционного бывает очень сложно. А вот так вот раз, выплеснулись. А вы детские песни не поёте? Ну, для детей. А куда же детишни? Нет, я имею в виду еноты, это для подростков, а для детей. Енотики? Ну, дело в том, что когда, я думаю, большая часть или вся часть группы обзаведётся отпрысками, то мы обязательно выпустим, я думаю, альбом каких-нибудь детских песен. Другой бутлик такой, маленький, небольшой такой, ну, чисто чтобы... Периодик пообещал. Тенечка независимости. Тенечка независимости. Ты пообещал, у нас всё странно имеют. Труль и трупик. А много детей? Ну, вот что ты делаешь? А много детей, Груз? Детей у нас, у достопочтенного нашего великолепного барабанщика Дмитрия Крупина. Трое. Двое, так. Ульяна и Лев. Так. Вот, ну, в общем-то... И всё? Остальные все работают, так сказать. Над этим, я полагаю. Ну, то есть... А, я теперь понимаю, почему вы его на кухню отправили, ну, в смысле в барабаны. Потому что уже солидный, серьёзный мужчина. Да, он прекрасно, мне кажется, органично смотрится. Там, да. У нас. Очень хорошо. Там очень хорошо смотрится. Он был моим кумиром в детстве практически. У них была команда. Вот. А мы маленькие ходили на его концерт смотреть. Все говорили, Седой зарядил свой пулемёт. Он... Вот так вот. А потом судьба сложилась так, что он играет со мной уже в команде очень достаточно долгое время. И пулемёты заряжает вместе с нами. Вот так вот. А, не, ребята. Ваша музыка — это нечто очень классное. Расскажите, пожалуйста, все вместе или каждая мечта у вас есть. Расскажите, Баусов Анатолий, коротко, если можно, какая-нибудь мечта у вас? Общая мечта или у каждого в отдельности такая серьёзная, большая есть? Время идёт. Давайте петь. Какая будет следующая песня у нас? А на самом деле про мечту-то, блин. Ну что? А о чём мечтать-то, господи? О мире. О мире, да. Да, чтобы, в общем-то, наверное, скорее всего, Иван прав, но чтобы для творчества время оставалось, и оно было нормальным, и, дай бог, да, удобоваримым и мирным, чтобы дальше продолжать делать свои, не побоюсь этого слова, опсы. Ну вот теперь слышу я Нижегородский-то. Опсы. Песня какая будет у нас? Дальше-то. Что, друзья, сыграем? Что, какая будет песня-то? Чё за то? Ну и снова речитатив с берегов Волги. Крик Эндрик, тоже одна из наших визитных карточек, и говорящая о разноплановности этой команды, тоже достаточно старый наш боевик, который мы решили тоже сегодня сыграть. И спасибо вам за это. Пожалуйста. В программе «Живые семь штук баксов». Погнали. Новые темы Для песен протеста Тону расхватали И не было места От вопли и криков Стенаний и рыков Горящий глазичек На раскневанных ликах Блетнели девчонки Краснели мальчишки Ведь мы эту жизнь Знаем не понаслышке Мы много страдали Мы очень устали Мы сильно обороли Мы всё потеряли Мы жалкие дети Слепые уроды Родность темы Эти Для народа И плохих мозгам Сочи плешущих тир На всё цикле им свой страх На подкорке И фобину Ведь мы это ботки А значит всё можно Мы сдаем дорогу И скажем вам тоже Куда ведёшь путь? Мегазвёзд Рокен-Роу От первых лотков На последних уколов Крик Ради крика Рейк Ради рейка Как просто без людей Встать все небес Крик Ради крика Рейк Ради рейка Крик Ради крика Ради крика Рейк Ради крика Ради крика Ради крика Ради крика Ум-ха 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 Мы On the ground А значит мы ниже И наш грязный заунд Немногие слышат А если услышат нас Всё-таки массы Наш заунд МД шла платить Деньги в кассу Ты очень И будем жить вечко Бессонные ночи Нас не покалечат Мы целые сутки Играем в героев И под наши дуги Выходят из строя Ужные тоннели Отскольные танки Мы жить не хотели Как мамки и бабки Котчерки пахать В офисах и соборах Даю жесткий тракт За другую сабону Крик Ради крика Рейк Ради крика Ради д'... Ради для крика Ради крика Ради крика Ради крика Ради крики Я Ради крика Просто быть Всеми Мы в одной Мы в одной Теме Но любой Но любой хочет лучше стать, круче стать прочих Просто быть, просто быть в себе Мы в одной, мы в одной теле Но любой, но любой хочет лучше стать, круче стать прочих 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 Screaming! Крик! Ради крико! Как просто безлигем, сочетание безлигет Крик ради крико! Рик ради крико! Крик ради крико! Рыг, Ради Рыга, Рыги непокручивые, Рыг, Ради Рыга, Ради Рыга, Ради Рыга, Ради Рыга! отлегло вот отлегло по ходу дела напрягся потом как-то под конец отлегло илья денисов вопрос задает уже собственно не в первый раз по моему потому что он пишет извините я повторюсь новые песни очень понравились но вот вопрос а как вы смотрите чтобы освежить немного харжа и особо освоить немного харжа стиль немного грубого вокала на мой куда грубей на мой взгляд будет очень уместно этого очень не хватает кажется что не хватает немного жесткости совсем хоть чуть-чуть хочется чтобы тяжесть в текстах поддерживалась немного тяжелым вокал что человек имеет ввиду в данном случае илья я понять не могу а куда тяжелее это все появляется само собой в процессе концерта концерта голос похож уже на на рев животного на самом деле были немножко другого мнения об аудитории нашего радио не думали никак что будут сообщения типа больше жесть да там грубее вокал нет не кал а вокал это разная вещь грубее если ты просто не слушаешь наши радио давно почему у нас скоро будет у вас в нижнем уже скоро скоро вы стали начать слушать по моему с апреля месяца с я не помню точно но уже все запущенный процесс идет и скоро в нижнем вы снова сможете слышно и здоровско но если я скажу что психея например над которой я психею все время нормально прозвучала в эфире ничего страшного никого этим уже и деформом уже не удивили и ftb калининградскими уже никого не удивили поэтому не упугайтесь у нас относительно легкий да очень тяжелый вы не самые тяжелые кстати мы не стремимся да не стремимся абсолютно ну и замечательно мощно пишет леонид коновалов вот именно за такие песни люблю я эту группу артур ефишев видимо так ударение ставится вот она еще бы кость в горле и тускнею все вот олегович не было я ее давно понятие пропустил я ее дождался супер сергей чугайнов ну и так далее крик ради крика народ кричит в голос просто от радости это судя по всему все ваши пока ну и кричат так вот ваши поклонники а те кто знакомит с вашим творчеством сегодня на 5 2 8 3 к примеру скидывают сообщение вот такого характера по моему все великолепно большое спасибо большое спасибо кто-нибудь возразит что-нибудь кто-нибудь что-нибудь попытается сказать в ответ по моему совершенно незачем значит очень рад вас слышать был один были так вы были одни из флагманов русской альтернативы в 2005-м седьмом годах скучаете ли вы по тем временам у меня лично ностальгия по временам премии рамп 2005 и в целом того развития музыкального направления россии но дело в том что правильно у нас тут показывать так сказать нашего члены иван игнат прошло и прошло в конечном итоге так как появляются какие-то новые штуки новое время и мы как-то все время движемся вперед но дай бог что если это заметно то мы как-то не по каким временам то особо-то и в общем-то и не скучаем в каждое время было классно и мы помним его вот это как-то с печали сказал помню как на похоронах время помним мы его это все равно наш это опыт ничто это опыт это опыт это та самая школа жизни да абсолютно точно по моему это надо помнить с радостью даже если было не очень легко так для песни быть собой не распелись спрашивает виктор куриленок ну я не знаю мы не планировали если не играть но в общем распелись для песни быть собой человек на предыдущей песне мы как раз распили я поняла в курсе того что у вас должно было быть запад кстати я хотел показать 94 зиму никогда не видел да 94 зима ты говоришь прямо точно 94 зима написано никогда не было таких зима 94 и как хочешь давайте петь дальше что это будет ну может быть уже наконец распевшись песня я вернусь а да достаточно певуть достаточно певучие песня для песен которые надо петь вот так можно сказать красиво завернул живой звук программе живо здесь сегодня 7 штук баксов нижний номер поехали и и и и и и и и и Нет пути назад, этот бой проигран Шребий брошен, выбор пал И последний путь все скорее забыть Простить, оставить Но огнем в груди полыхало вязь и слов Что снова повторял, свято веря в то Что еще смогу я все исправить Я вернусь, так и знай Я всегда стою за твоей спиной Через бал, птичьих стай Я всегда иду рядом за тобой Не боси мои глаз Будет с высока за тобой Смитить свой волос В последний час Будет крутой сон из твоей груди Продолжает бег Колесница лет за бой надежды Увозя серой пылью дней Запорожье все, о чем мечталось И зарос как шрам Факт, что ничего Теперь вернуть уже нельзя Но огнем в груди Продолжает лечь Что мне осталось Все, что мне досталось Я вернусь, так и знай Я всегда стою за твоей спиной Через бал, птичьих стай Я всегда иду рядом за тобой Не боси мои глаз Будет с высока за тобой Смитить свой волос В последний час Будет крутой сон из твоей груди Оу, еееей Пусть живет это в нас До тех пор, пока этого хотим До тех пор, пока бой Ножным метром лет душем Будет грудь, пронесу Для собой Как свечу, скользь ночь Я еще вернусь Я всегда стою за твоей спиной Я всегда иду следом за тобой Я вернусь Я вернусь Смотри, чего вам. Картинки нам присылают. Ой, какой хорошенький. По-моему, это ты, я не знаю. Да, да. Видимо, я. Да, 15 лет назад. Потому что у меня у единственного была такая стрижка в группе. 13.03.2014 года. Ну, картинка на листушке, в креточку. Екатерина Кобелева, по-моему, да? Спасибо большое. Спасибо большое. Она прислала эту картинку и прислала. Спасибо. Вот как-то так лучше вышло, пишет она. Спасибо. У тебя же приятно. Да, конечно. Очень. Я думаю, должно было быть приятно, мне кажется. Особенно, когда девочка симпатичная. Здорово это все дело будет распечатать и потом на стеночку повесить, кстати. Смотри, какая. Ну, я оттасил, нет, как бы... Ну, подожди, а так? Ну, а так, это лишняя была фотография там с парнем. Ну, хорошенькая, правда. Польщен, польщен, как говорят у нас на Волге. Да, я понимаю. 5-2-8-3, это короткий номер для ваших смс. Все ваши вопросы, впечатления, эмоции, пожалуйста, сюда. Не забывайте о том, что ребята, ждут от вас чего-либо, что вы могли бы им сказать. Вот это все, все мега круто. Рад слышать. Жаль, не было ребят на фестивале Back to Zero. Их реально не хватало. Видишь, ты? А мы были на фестивале Back to Zero в Питере? Ну, пожалуйста. На прошлом. А человек пишет, что вас не было, и жалко. Жалко, что перед нами так и не выступил начальник транспортного... Подожди секундочку, предупреждать нужно? Давай. Мы выступали на прошлом фестивале Back to Zero. В Санкт-Петербурге. Проходил, да, в Санкт-Петербурге. В клубе Космонавт. Космонавт, да. Ну, человек просто имел в виду, видимо, другой город. А, в Москву? Да, недавно. Когда вас не было, да. Ну, тут не уследишь. Надо внимательнее быть. Знаете, чего мне вдруг неожиданно сейчас в голову пришло? Ну, с одной стороны, понятно, творческий процесс, процесс роста. Любой творческий человек растет над собой. Особенно, если занимается не только музыкой, но чем-то еще. Опять же, творческим, художественным. А как быть с тем моментом, когда наступает пресыщение? Ну, ведь ты-то рано или поздно устаешь все равно, даже от самого любимого дела. Я обожаю 22 года на радио, обожаю эту профессию, обожаю все, что связано с радио, с хорошей музыкой. Но наступает день, выходному радуешься все равно, да. Вот суббота все равно хочется как-то отдохнуть. Когда наступает или были такие моменты, когда казалось, ну, все, хорош, надо уже завесить все, повесить гитары на крючки и какое-то время забыть об этом. Ну, например, мне кажется, что момент так называемой усталости и пресыщения от Эда одной из сторон проявления жизни. Поэтому надо нормально к нему относиться и не знать, что надо там что-то складывать. Ну, просто к этому надо нормально относиться, то, что можно там устать, потом опять появляются какие-то силы. Я расширю вопрос. Когда усталость наступает не у всех одновременно, а когда у кого-то она наступила, а у кого-то еще нет. А работать надо. А концерты прописаны, скажем, а репетиции необходимы. Надо что-то новое сочинять, и новые альбомы, они, как правило, дают силу для дальнейших. Вот это путь. Интереснее. Ну, у нас вот есть такая штука, на самом деле, вот как раз про то, что про разноплановость и все прочее, потому что, ну, в одном стиле замыкаться все равно не хочется, и хочется делать разное и пробовать в разном. А это как раз и есть путь ненасыщаемости. Ну, то есть, ну, в нерамочности. Это, конечно, с одной стороны, нас разрывает на много маленьких медвежат, имеется в виду, да, по поводу этого, но в любом случае это поиски же. Это хорошо. Ну что, чем дальше, а уже у нас дальше-то некуда, времени до конца остается совсем мало, тем больше я понимаю, что сюда, в эту студию, пришли люди, ну, фееричные совершенно, фееричные. Братцы, мы совсем ненадолго прервемся, у нас реклама. Да, чем дальше, тем больше они меня удивляют. Давайте лучше поговорим, говорят музыканты, которые должны играть музыку и радоваться тому, что они имеют такую возможность. Нет, мы и поговорим, и поиграем. Что вы про iTunes можете рассказать? Я знаю, что у вас есть что-то с этим связанное. Да, наш альбом можно будет скачать на iTunes, так же, как... Новый альбом, да. Или все старые тоже. Новый альбом, и все старые тоже, да. И где-то в начале апреля появится эта возможность. Welcome. То есть это у вас случилось только после того, как вас японский лейбл подзаметил, да, я так понимаю? По-моему, насколько я понимаю, альбом вперед можно было скачать с iTunes, а старые альбомы были там недоступны. Насчет японского лейбла. Возможно. Вот. Приходит к вам потихонечку. 15 лет не были прожиты зря. Приходит к вам международная слава. Это хорошо. Да, когда мы увидели наш собственный диск с иероглифами на обложке, это было уже что-то, ну, особое ощущение. А петь не пробовали, нет? Думаем над этим. Петь не пробовали? Думаем. Думаем. Это за... О, это интересный язык японский-то, между прочим. Непростой. Непростой. И очень интересный. Ну вот, а тут пресыщение-то никакого не может быть. Япония-то она. Какое пресыщение вообще? Вообще же, как младенцы просто безмолвные, можно сказать. Я понимаю. Давайте петь. Что это будет сейчас? 28. 28. Песня. 28. Памяти музыкантов, которые не перешли 30-летний рубеж, так сказать. Потому что это число для многих являлось знаковым и трагическим, так сказать. Эта песня была написана мною в 28 лет. Поэтому он, слава богу, уже не 28 лет. Поэтому он до сих пор жив. Правильно, ты себя закодировал. Вероятнее всего. Заговорил. Заговорил. Живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня 7 штук баксов. Поехали. Все, чем жил, стер самим собой. Загляясь, ставил точки вереницы дней. Будто прервал фильм собственной судьбой. Даже и не знаю точно, что же там за ней. Где моя боль? Выйди ко мне. Возради силы, что бьются в живых. Где моя страсть в вечном огне спряталась, жила, кроша их. Мой черёс, обрубай концы всех незавершённых слов. Приставших сил и сна, время врет, стираются резцы. Чем по мере силы крест тебя и восполна. Где моя кровь? В дыне в глазах, жаждя с лицами пролиться на свет. Где моя плод, делаю взмах, крик в пустоту, никого нет. Знаю, таю, знаю, описаю. Знаю, таю, знаю, умираю. Забоюсь о том, что будет дальше. Бил свою душу и абсолютно не думал, есть ли дно в этом сосуде. Что мне сказать? И искать объяснение? Отрёк сердце и прослуп одиночкой. Я слишком был горд, что просить тебя прощения. Что дальше уйдёт? Только длинные точки. Точки! Я выжжал до предела, и некому помочь мне. Натянутые нервы, срываю тело в клочья, и слягутся звенья. Тоски от домов скрыта, и чёртых от судей давно уже разбиты. А может, просто отгончен мой путь летать и падать, и робота дисточить. Размер пришёл, не знаю, да, и щепит яркий сколок. Свой путь прославит, прятит, и сразу сотни новых тачат себя светят. Ну, в общем-то, действительно, времени осталось совсем немножечко. Боюсь, что на целую песню уже не хватит. Тогда немножко поговорим. Я просто должен сказать о том, что сегодня все эти два часа, что шла программа «Живые», в этой студии находилось четыре молодых человека, которые здесь не случайно. Это люди, как я понимаю, ставшие акционерами вашего проекта на Планете Ру. Правильно? Да, дай бог им здоровья, ребята. Спасибо большое. Давайте, ребятки, к микрофончику. Давайте подойдём. Ну вот, просто поздоровайтесь с нашей аудиторией. Давайте и вы тоже вот к этому познакомимся с вами. Как вас зовут? Скажите, для начала. Да не будет бог с ним. Вот, бери микрофон и говори. Да, да. Всем привет, меня зовут Алексей. Так, второго парня. И меня зовут Алексей. Тоже Алексей. Дмитрий, меня зовут. Я думал, тоже Алексей. Дарья. И вдруг Дарья, неожиданно. Вы вложили какие-то денежки в проект «Семь штук баксов». Дважды. Дважды. Вы первый проект и второй проект имеете? Да-да, я тоже дважды. Первый дважды, и вот сейчас на второй ещё, наверное, дважды будет. Вот ответьте тем людям, которые говорят, у нас есть такие, попадаются, что когда музыканты просят денег, это вроде как они милостыню просят, это вроде бы как неприлично, им должно это выйти неловко, ощущать себя таковыми. Ну, что сказать мне? Ну, на самом деле мы просто в такой стране живём, где музыкой особо не заработаешь, надо помогать ребятам. Я тебе открою секрет. Это пришло к нам из той страны, где всё в порядке с музыкой. Это вообще-то американская и западноевропейская история. Немножко о другом. Я всё-таки хочу, чтобы понимали правильно те, кто не совсем верно трактует всю эту историю. Люди, которые вкладывают деньги, ведь вы же не просто их подарили, ну, в смысле, дали денег как бы вот на милость, вы стали акционерами. Вот это позволило вам сегодня в качестве приза и бонуса побывать здесь, в студии нашего радио, посидеть на эфире, посмотреть, как всё это делается. И как вам? Ну, Алексей. Супер. Эмоции вообще потрясающие. Эмоции переполняют. Вот. Батюса релакса. Да ладно? Да. А я наблюдал, что ты их фотографировать успеваешь. Когда человек релаксирует, он... Нет, ну на концертах, конечно, с ребятами было по-другому, а в студии это совсем другое. Совсем другое ощущение. Я к тому и призываю. Если есть жаждущие попасть сюда, в эту студию, то, пожалуйста, вы можете принимать участие в проектах на Планете.ру, где музыканты вполне себе запросто ставят в качестве бонуса и подарка присутствия здесь в программе с любимой группой, которой они, собственно, эти деньги и дают. Спасибо вам за то, что вы стали акционерами этих музыкантов. Я хотел бы поаплодировать вам тоже. Спасибо за то, что мы все сегодня здесь замечательным образом собрались. Спасибо вам, ребята из Нижнего Новгорода, 7 штук баксов. Вы прекрасны. И музыка ваша составляет многих людей радоваться больше, чем я даже предполагал. Это вообще немного радости и счастья прямо через край. Буквально. Спасибо, что были у нас. Спасибо большое, ребята. Друзья, которые слушали нас. Спасибо всем городам, которые нас слушали. Спасибо большое. И завтра я в качестве анонса сообщаю, что в живых бронемир со своим новым альбомом. Спасибо за то, что сегодня все состоялось. Всем пока. Пока. Живые. Живой звук. Живое общество.